МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Коротко о некоторых сегодняшних темах. Куда бы рельсы деть? Рязанцы интересуются, почему оставшиеся с 2010 года трамвайные рельсы до сих пор никто не убирает? Эх, папаша, папаша! Семьям, где отцы не желают платить алименты, помогают добиться правды судебные приставы. Ответ получен. Спасская прокуратура направила в нашу редакцию официальный документ по поводу инфекционных заболеваний и соблюдения санитарных норм в детских лагерях отдыха. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Наша телекомпания получила официальный ответ Спассской прокуратуры по поводу проверок детских лагерей отдыха. Напомним, в начале этого месяца в редакции программы «Время говорить» обратились родители ребят, отдыхавших в лагере «Озерный». Они заявили, что здесь имеют место сразу несколько фактов вирусных инфекционных заболеваний детей. По заявлению родителей, при участии нашей телекомпании, прокуратурой и Роспотребнадзором была инициирована совместная проверка как «Озерного», так и других детских лагерей в Спасском районе. Как сказано, в полученном нами сегодня документе в каждом детском учреждении выявлялись те или иные отступления от требований санитарных норм. Например, возбуждено три административных производства и выдано три предписания по фактам нарушений в оздоровительном комплексе «Звездный». Детский оздоровительный спорткомплекс «Озерный» получил шесть административных производств и три предписания. Столько же спорткомплекс «Лучезарный» и детский лагерь «Лазурный». По поводу информации о массовом инфекционном заболевании в «Озерном» сведения не подтвердились. Сказано в документе, но это по предварительным данным. В настоящее время выявлено три факта заболевания детей, которые отдыхали здесь ранее. Взаимосвязь заболеваний с периодом нахождения детей в «Озерном» проверяется. Кроме того, прокуратура Спасского района обратилась ко всем жителям и руководителям организаций района с просьбой не скрывать фактов тяжелого заболевания детей и незамедлительно сообщать об этом в лечебные учреждения и органы контроля. Но, разумеется, в детских лагерях о болезнях никто особо и не думает. Здесь юная жизнь кипит и ширится, концентрируясь, главным образом, на творчестве и спорте. Следующий репортаж снят сегодня в детском лагере «Солнечный». И в летние каникулы далеко не каждый школьник позволит себе праздно болтаться по улицам. Например, тот, кто решил посвятить свою жизнь спорту, в любом случае найдет себе полезные занятия. А различные общественные организации всегда помогут ребятам скрасить и разнообразить их досуг. Сегодня у нас в детском оздоровительном лагере «Солнечный» происходит презентация видеороликов «Я выбираю спорты». Это общественная инициатива, которую организовали и поддержали специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Олимпиец» отделения по боксу и региональная общественная организация «Алмаз». Особый акцент был сделан на самый мужской вид спорта – бокс. Помимо короткометражных роликов, ребята рассказывали историю появления боя в перчатках и читали тематические стихотворения. Здоровье усилит, успехов прибавит, от спусти, без тела тебя он избавит. Мы надеемся, что эти ролики принесут пользу не только самим ребятам при выборе спортивных секций, но и родителям, которые будут поддерживать своих детей во всех их начинаниях. Наверное, нет более полезного занятия для активного мульчугана, чем бокс. Выплеснуть свою энергию на грушу или соперника куда полезнее, чем растрачивать себя на уличной драке. Привет, ребята, привет, Рязань. Я вас приглашаю, я скоро буду. Ждите, слушайте тренера, не обижайте, Сан Саныч. К другим темам. На сайт нашей телекомпании продолжают поступать вопросы, связанные с судьбой почившего в Бозе Рязанского трамвая и оставшихся от него грустных следов в виде рельсов, ведущих в никуда. Вначале короткий экскурс в историю. В середине апреля 2010 года в последний путь отправился Рязанский трамвай. Очевидцы рассказывают, что бортовой номер уходящего в небытие трамвая был 56. Пассажиры тогда дружно пели то Катюшу, то звезду по имени Солнце. А в конце пути вообще грянули интернационал. Также напомню, что трамвай убрали, потому что он стал убыточным. Для города обрать его на баланс прежний владелец Рязанский нефтезавод категорически отказался. Ввиду указаний Тюменской нефтяной компании избавиться от непрофильных активов. Образовавшийся тогда ЗАО Рязанский трамвай как коммерческое предприятие оказалось нерентабельным, а городской бюджет его не потянул. Остались кое-где лишь рельсы, как грустные свидетельства былого. По ржавым рельсам вместе с рязанскими водителями сегодня ездил Глеб Галушкин. Рязанский трамвай решением городских властей был остановлен более трех лет назад. Тогда депутаты и чиновники мотивировали такое решение убыточностью данного вида транспорта, низким пассажиропотоком, а также износом рельсов. И потому народные избранники в результате бурных дебатов все-таки порешили вовсе остановить трамвайное движение. А улицу Черновицкую пообещали горожанам за счет демонтажа рельсов превратить в широкий современный проспект. И поначалу этот план активно выполнялся. В сентябре 2010 года сразу несколько бригад рабочих приступили к разбору шпал, снятию проводов и трамвайных светофоров. Однако полностью работы так до сих пор не завершены. Куски железнодорожного полотна остались, причем в самых неудобных местах. Выглядит ситуация так, будто рабочие трамвайного депо и рязанские дорожники не смогли договориться между собой, кто будет убирать рельсы на проезжей части. Дескать, асфальтовая дорога находится в видении муниципалитета. Вот пусть за счет города и расчищают. Из-за подобной рассогласованности, например, на перекрестке улиц Черновицкой и Островского, автомобилисты вынуждены терпеть неудобства не только из-за рельсов, но также из-за плохого асфальта. Похоже, что в очередной раз у городских властей не хватает то ли средств, то ли желания привести свое решение к окончательному и положительному для горожан результату. И убрать так надоевшие всем рельсы с проезжей части. А может проще опять трамвай запустить? Впрочем, стало известно, что в планах у администрации города Рязани демонтировать рельсы уже в нынешнем сентябре. Продолжаем программу. До начала нового учебного года остались считанные дни. Родители к первому сентября вовсю экипируют своих ненаглядных учеников, то и дело вздыхая. Ох, и недешево обходятся эти сборы в школу. Например, российская газета в прошлом году подсчитала и выдала смету на московские школьные сборы для девочки. Итак, форма 5000 рублей, две блузки 2400, две вдолазки еще 600 рублей, кеды или кроссовки отдай 1000, спортивный костюм 1300. Даже так называемый набор первоклассника, а это всего лишь ручка, карандаш, пластилин, альбом и две тетрадки, стоял на прилавке за 250 целковых. Грабеж, да и только. В этом году вряд ли будет дешевле. А как быть мамам, которые собирают детей в школу, не надеясь на поддержку по паник, пребывающих в бегах? Здесь не обойтись без судебных приставов, рассказывает Олеся Харлина. Сегодня базовый комплект первоклассника обойдется родителям примерно в 6000 рублей, разумеется, не считая кружков, увлечений и репетиторов. А средняя заработная плата в Рязани не выше 15 тысяч. Прибавим коммунальные платежи, покупки и пропитание, и что же остается на ребенка, а если семья еще и не полная? Неблагодарная задача у сотрудников управления службы судебных приставов изо дня в день напоминать нерадивым взрослым, что однажды они по своей, между прочим, воле стали родителями. А значит, наложили на себя определенные обязательства, если уж не по воспитанию, то как минимум по содержанию малолетних чат. Рейдовые мероприятия в преддверии Дня знаний традиционно проходят в рамках месячника о взыскании алиментных платежей. В настоящее время активизирована работа по проверке имущественного положения должников, активизирована работа по взысканию алиментов, повторяюсь, к 1 сентября, чтобы помочь детям устроиться, пойти в школу собранными. Поэтому за последние две недели у нас осуществлено более 40 выходов на участок с проверкой имущественного положения. Вручено около 30 предупреждений уголовной ответственности, 20 направлений центра занятости. Вот пятеро уже должников трудоустроились. То есть мы помогли им трудоустроиться направлением центра занятости. Их взысканы уже за эти две недели более 100 тысяч задолженностей по алименту. Товарищ Ромашкин, Федеральная служба судебных приставов, Московский районный отдел. Дверь откройте. Только у данного гражданина скопилась задолженность более 100 тысяч рублей, и это всего за два с половиной года. Он работает, но неофициально, а потому и алиментное начисление обязан выплачивать по среднероссийской заработной плате. Сумма получается немаленькая. Но доказывать в суде, что именно он когда-то покупал дорогую технику в семью, должник не спешит. Уже год гостит у собственной мамы, которая и тратит нервы на выяснение непростых отношений. Все куплено на мои деньги, на мой кредит. Все квитанции у меня целы. Он год назад пришел сюда с носками и с трусами. Все, что он купил, осталось в его квартире. Имущество, деньги, тряпки и редко кто вспоминает о самих детях. Не хочешь относить деньги бывшей – сам купи сыну или дочери спортивную форму или пианолу. Гораздо важнее оставаться человеком в глазах собственного ребенка. На сегодня все. Хорошего вам вечера. Увидимся вновь завтра, как обычно, в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин